Говоря о форуме, я думаю, что он стал лучше, чем предыдущие два. И для нас это большая радость, так как каждый следующий должен становиться лучше. В этом году у нас больше участников, но что может быть важнее, чем количество, приехали еще более профессиональные люди, чем приезжали раньше. Очень заинтересованы в обсуждении тех тем, которые вынесены в программу. И вот это я считаю самым главным достижением и продвижением форума этого года. И мне кажется, именно состав участников, их высокий уровень обеспечил ту атмосферу доброжелательности, профессионализма и в какой-то степени юридического праздника. Участники форума отмечают, что темы многих сессий пересекаются, накладываются. Вы это делали умышленно? Вы знаете, мы хотели этого избежать. В этом году мы сделали специальную разбивку по трекам, чтобы темы, связанные, шли не в параллельно, а последовательно. Но в некоторых случаях, скорее, из организационных причин нам от этого принципа мы были вынуждены отказаться. Это было чаще всего связано с тем, что какой-то очень серьезный, очень профессиональный спикер не мог к нам приехать именно на это время. И поэтому в редких случаях, там я знаю таких два, у нас есть некое пересечение сходных тем. Но в целом, как принцип организации, мы как раз хотели предоставить возможность участникам, заинтересованным в конкретной тематике, посетить 3, 4 или 5 круглых столов последовательно, а тем, кто хотят, наоборот, широкий охват получить, как на шахматной доске выбрать те фигуры, которые наиболее интересны. Вы на одной из сессий сказали, что женщине в жизни добиться успеха проще, поскольку женщины более целеустремленные. Это ваши слова. Это относится к женщинам, которые работают в юриспруденции и в правовой сфере? Знаете, я вам сказала с точностью наоборот. Я искренне считаю, что женщина, которая поставила себе цель, ее добьется. А вот целеустремленными женщинам назвать нельзя. И поэтому та проблематика, которую мы освещали, которую наши коллеги из Великобритании, из Америки, из других стран обсуждали, что почему женщин в политике, в руководстве, в юридических компаниях меньше. Мой ответ – не отношение мужчин к женщинам и не отношение в обществе. А женщины чаще всего имеют разные цели. И многое, иногда они взаимоисключающие. И это причина, почему мужчин в руководстве, неважно для чего, бизнеса или государства, политики, мужчин больше. Я не считаю, что это плохо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова